всем привет меня зовут елена и вы на моем канале студия вкуса друзья я надеюсь вы видели уже мою новую заставку но и хочу услышать ваше мнение нравится ли она вам потому что долго на ней работала скажем так хотела помощи чужой но не получилось пришлось выдумывать придумывать все самой но вот получилось то что получилось в принципе мне нравится может быть конечно я хотела что-нибудь немножко чуть по-другому но не умею поэтому будет вот такая у нас с вами заставка мне понравилось поэтому я прошу ваши комментарии чтобы вы отреагировали вот на мое такое новшество пожалуйста но у нас сейчас с вами осень на дворе и время осенней пастилы и вот сегодня мы с вами приготовим пастилу из тыквы у меня друзья была вот такая тыква я ее уже порезала почистила и даже запекла вот мне конечно очень жаль что это моя тыква не знаете не такая солнечная она такая яркая я не знаю тыкву по сортам надо будет кстати презентировать эту почву но вот эта тыква видите она такая не оранжевая она желтенькая а вот друзья если у вас оранжевая тыква или если идете в магазин и покупаете тыкву выбирайте обязательно солнечную красивую ярко-оранжевую пастила из нее ну просто обалденная а вот сегодня не мой день но тоже будет вкусная пастила но тыковка вот такая то есть не будет такого яркого солнечного цвета да кстати я купила новые перчатки сейчас тоже вам похвастаюсь вот они пришли не заказала черный вот такой коробочки пришли сейчас попробую купил размер м потому что на предыдущие были размер а вот но сейчас посмотрю как раз они мне или нет ну что перчатки мне подошли мне очень нравится очень хорошо сидят по руке даже лучше тем чем те мои прозрачные потому что те немножечко как-то свободнее были эти мне кажется будут служить больше ну посмотрим посмотрим так но сейчас друзья начнем наверное с поддонов мы мажем поддоны маслом а потом приступим к стере я действую по настроению но я например могу приготовить пюре на 1 2 поддона потом 1 2 поддона смазать налить пюре и так далее а могу сразу все поддоны намазать чтобы мне потом уже на масло не отвлекаться и уже просто готовить пюре и наливать его ну поэтому тут разницы нет действуйте по по своему желанию по своему настроению как вам как вам удобно как быстрее как вам нравится еще раз по масле да кто может быть просмотрел мои видео я неоднократно показываю это масло и также у меня было видео где отвечал на что на ваши вопросы вот смотрите предыдущих видео на меня было жиденько да но вот сейчас смотрите вот сверху вот она прямо вот течет а снизу но же мне начинал значит начало густеть и вот как бы такой кашицы она может быть совершенно густым то есть это зависит от температуры вашей комнате и вы пожалуйста не пугайтесь если вдруг она у вас загустела да и вы подумали что он испортилась не друзья соблюдаете единственные вот срок годности и все все будет хорошо почему мне это масло нравится потому что от растительного масла если пастила например долго у вас будет храниться мне нравится такой запах чуть про горхлый что ли здесь идеально все очень вкусно маслица вкусно пахнет только главное не наливать его много вот много не надо чуть-чуть смазать чтобы у нас листы отходили пастила отходила под поддонов слегка то есть если вы много намажите маслом у вас это масло потом на пастиле останется пастила будет очень жирно класть в наборы в коробочке никакого удовольствия скажем так поехали если у вас поддоны чистые мытые то может быть чуть побольше масла нужно и обязательно хорошо размазать и даже посмотреть на свет если у вас поддоны уже были в использовании и вы не помыли да то меньше масла можно положить все будет хорошо натираю девочки в простой бумажной салфеткой очень все не надо никаких там специальных приспособлений быстро и хорошо поддоны мы с вами намазали но теперь начнем делать наш пастилу что я подготовил и так что нам с вами понадобится нам с вами понадобится печеные яблочки я их уже запекла нам с вами понадобятся печеная тыква тоже она уже в готовности испеченная и нам понадобится апельсин также чуть попозже я еще скажу что нам с вами понадобится ну вот пока так вообще друзья некоторые девочки пишут «Лена, ну что ты, значит, жадничаешь? Давай делись». Что хочу сказать по этому поводу? Вот как мне кажется, что я в своих видео вам даю очень много полезной информации. Какие-то лайфхаки, какие-то изюминки. Я, мне кажется, всё подробно рассказываю, показываю, причём не один раз. И мне кажется, что если вы будете смотреть мой канал, то вам даже не надо ни на какие курсы ходить. Понимаете? Вот я вам бесплатно дарю, делюсь опытом и даю всё, что я знаю. И когда остальные за это берут деньги. Они устраивают мастер-классы, они устраивают обучение, берут за это деньги. Я же вам даю всю вот эту информацию бесплатно. Поэтому, пожалуйста, не обижайтесь меня, не обижайте. У меня очень много времени занимает эта работа. Потому что мало того, что я это должна сделать, я ещё должна показать, рассказать всё это, потом обработать видео и так далее. Это очень большая работа. И я пытаюсь вам рассказать всё, что я знаю. Поэтому просто смотрите внимательно видео, и всё будет замечательно. Так, ну что, друзья, что я ещё хочу сказать? Лайфхак. Лайфхак по поводу печёных фруктов, яблок и в данном случае тыквы. Когда вы запекли, вы, пожалуйста, остудите ваш продукт, чтобы вы, когда начали делать пастилу, это уже всё было остывшее, холодное. В горячем виде не надо это делать, потому что у вас пюре может не получиться, какое оно должно быть. Поэтому пользуйтесь. Вот опять новый лайфхак. Что я ещё хочу сказать? Мне сегодня не повезло с тыквой, мне также не повезло с апельсинами. То есть я в пастилу из тыквы добавляю апельсин. Я хотела их все три апельсина смешать, потому что я сегодня задумала три листа пастилы, разную пастилу вам показать. Ну вот у меня один апельсин оставался от предыдущей пастилы, я не знаю, вы видите, вот он прямо такой сочненький, прямо вот, ну видно прямо вот сочный. А сегодня докупила ещё, и вот прямо вот, ну вот это вот безобразие, конечно, мне не нравится, ну что делать? Поэтому часто бывают независящие от нас какие-то моменты, какие-то причины, по которым что-то может быть получиться не так, как бы мы хотели. Ну ничего, будем пробовать, будем делать. Так что заготавливайте, приготовьте продукты, готовьте вместе со мной. Ну а мы начинаем. Ещё хочу вам рассказать по апельсинам. Я очищу апельсины, то есть от кожуры очищаете, и вот от этих вот кожурок тоже, вот оставила показать вам. Вот это всё тоже убираем, друзья. Вот. Оставляем только вот прямо мякушку, серединочку. Вообще желательно, чтобы вот она прям была гладенькая, потом через сито, да, но так как у меня там совсем мало сока будет, я, наверное, не буду через сито сегодня делать. Хочу вам показать мой блендер. Спрашивали, какой у меня блендер. Я кому-то писала, какой у меня блендер. Вот такой у меня блендер. Я на медиум ставлю, на хай редко очень, в основном на медиум. Вот, когда сильно взобьётся, тоже плохо перебьётся, когда пюре перебивается, тоже это не есть хорошо. Давайте начнём. На пастилу я беру один апельсин. Вот я уже высыпала одну апельсинку, а потом подумала, нет, я, наверное, вот эти две апельсинки, вкусную и невкусную, смешаю, да? Может, это сочная, а это не сочная. То есть я разделю, да? Ну, вот, друзья, вот у меня один апельсин, где-то 186 грамм получился. 186 грамм. Это только апельсин. Так, ну и яблочки я нажму где-то в одинаковых пропорциях. Так, друзья, вот 180 грамм у нас получился апельсин. И давайте мы по 180 грамм яблоко положим и тыкву. 180 за 180 это 360. Вот у нас в яблочек тут пюрешка такая, жидкость образуется при запекании. Я пекла без воды, без кожуры, без воды. Так, 360. Вот. 360 и 180, друзья, сколько? 480, 540. 540, но должно грамм получиться. Вот очень жалко, что у меня не оранжевая тыква, друзья. Вот у тыквы, смотрите, у тыквы тоже сок. Видите, вот она при запекании тоже сок дает. Все, пускай в дело идет. Ага. Это у меня подводит, зараза такая. Вот так, друзья. Мы уже взбиваем. Первая у нас с вами пастила, это яблоко, тыква и апельсинка. Апельсинка обязательно. Она, пастила с ней очень вкусная. Ну и все, друзья, поехали. Пастила, вот такое у нас с вами пюре получилось. Сейчас будем выливать его на поддон. Пюре получается густое. Ну, друзья, там же не оставим с вами вот это все, да? Ну, давайте ложечкой вот так сюда выложим. И разравниваем лопаточкой, ложечкой, мастихинами, чем хотите. Такая консистенция не ровная, скажем, да? Потому что, друзья, апельсин у нас с вами. Потому что мы его не протерли через сито. Поэтому немножко у нас такая вот консистенция, негладкая, скажем, да? Ну, посмотрим на выходе, что будет. Вот у меня ярко-желтая, но, друзья, не оранжевая. Мне хотелось бы, конечно, оранжевая в наборах, очень красивая она смотрелась. Ну, в следующий раз найду такую тыкву. Сделаю оранжевую. А сейчас что есть, правильно? Мы же должны делать все, что у нас есть, обработать. Ну, это делаем. Ну, все. Ну, и вот так потрясли слегка немножечко, да, чтобы разошелся, разошлось пюре по поддону. Ну, все, друзья. Я, знаете, что подумала, что, пожалуй, следующий пастилу я сделаю вот без этой части апельсина. Все-таки мне вот консистенция не нравится. Я положу сколько есть. Я, наверное, разделю вот эти две части. Вот эту и вот эту половинку этой, целая вот этой. Я все-таки, наверное, их смешаю. И вот уже эту часть разделю. Вот тут апельсин мне совсем не нравится. Вот. Поэтому, друзья, ну, вот какие рецепты. Вот видите, рецепт рецепта, но приходится варьировать. ну, что делать. Так, не моем. Потому что мы же то же самое пастилу с вами делаем, да? Зачем нам мыть? У меня, видите, у меня вот проблема с ума вообще одна за другой. Ладно, будем на глаз, друзья. батарейка, видимо, села. Вот. То есть берем мои апельсинки с вами, да? Сейчас покажу вам, что я делаю. На меня смотрите. Так, положила апельсины. Положила яблоки. У меня вот здесь вот есть деление. Вот они. Деление. Я буду смотреть по делениям. На лист я ложу не меньше 500 грамм. 500, 500, 50, 600. Когда как захочется. Это, знаете, еще, друзья, зависит от вида пастилы. Например, банановая пастила она получается такой довольно-таки плотной и увесистой, да? Ее можно чуть поменьше. Вот. А какие-то там другие виды чуть побольше. Потому что, ну, я не делаю тонкую просвечивающую пастилу, чтобы она прям тонкая и маловесила, да? Вот. У меня сада нет. Я покупаю фрукты в магазинах. У нас девчонки в пастиле пишут, что девочки там на базе где-то 25-30 рублей яблоки килограмм. У нас такого нет в Челябинске. У нас фрукты очень дорогие. Ягоды вообще поднебесе какой-то. Вот. Поэтому, ну, как получается, так и делаем. И вы варьируйте. кладем яблочки. По ушкам считать, что ли. кладем тыкву. Все пополам кладем, да, девчонки? Не забываем про сок, который там у нас. Вот он прям, сачок. Ну там, тоже его кладем. Четыре. Так. Мне кажется, еще можно в яблочко положить. Вот. Ой. Если что, мы с вами потом же можем использовать на другую пастилу. В эту пастилу я хочу положить мед. То есть там у нас просто пастила, яблоки, тыква, апельсин. Здесь все то же самое, просто еще добавим ложечку меда. Ну, столовая ложечка меда будет достаточно. Много не надо. Сахар я не добавляю, но иногда добавляю мед. То есть, пожалуйста, ну, вы обязательно покупатели своих спрашивайте. Часто аллергия на мед у людей. Вот, чтобы так не приключилось, что вы мед добавили, а им нельзя. Помним, что смазывали. И вы не забывайте. И наливаем сюда пастилу. Вот она уже без того дряблого апельсина уже намного лучше. И ручками работаем. Что хочу сказать, что густую пастилу, конечно, размазывать потруднее, подольше. Потому что нам же выровнять ее надо. Жеремку, конечно, раз, налила и встряхнула, и все готово. Ничего. Нам же с вами важен результат. Не просто так, правильно? Ну, я решила эту пастилу посыпать кунжутом. Так бы не перепутать пастилу с медом и без меда. Ну, и заодно это будет красиво смотреться у нас с вами в наборах. Вы можете наоборот, например, это сделать с медом, а посыпать ту, которая без ничего, как хотите. Можете посыпать орешками, можете посыпать семечками. Что душа желает, то и делайте. Ну, вот так. Достаточно будет. Вот, смотрите, красота какая. Ну, и пошли все за третьей пастилой. Итак, друзья, делаем третью пастилу. Делаем все то же самое. Кладем апельсин, кладем тыкву, вы кладете оранжевую красивую тыкву запеченную. Да, друзья? Да. Вот, кладем тыкву и кладем наши яблочки, наши печеные яблочки. Сачку нальем, чтобы она у нас чуть-чуть пожиже была. И в это пастило мы с вами добавим специи. Я добавлю корицу, я добавлю мускатный орех. Ну, друзья, что хочу сказать. Вот, дети любят пастилу, но они не любят тыкву. А вот пастило из тыквы они будут есть. Они даже не поймут, что там тыква. Поэтому для детей вот это мы убираем. Для детей мы не делаем. Для детей у нас самая первая пастила, где просто тыква, яблоко и апельсин. Можно без апельсина, если вдруг какая-то реакция на цитрусовый, не дай бог. Вот. То есть мы все узнаем, все покупатели узнаем, да, если кому-то какой-то определенный заказ нужен, какая-то аллергия, все это выговариваем, проговариваем и делаем только под них. Но это уже отдельная тема, да. Поэтому третья наша пастила будет со специями. на специи не кладите очень много. Потому что ну, их тоже не все любят, правильно? А вот, поэтому много не кладем. У меня вот такие вот здесь дырочки есть. Ну, вот чуток вот прям на пончики ложечки, да, положим калицы. А вот мускатный орех прям еще меньше. Прям вообще каплюшечку. Просто понюхать. У тебя прям другой стороной, прям другой стороной вот капельку. Вот очень люблю мускатный орех. Я в шоколад добавляю эти специи. Мне очень нравится. Вот. Ну, все. Ну, и наливаем на поддон. Друзья, смотрите, вот пюре густое, но оно льется, да. За счет чего? За счет того, что у нас при запекании все-таки образовалась жидкость в яблоках и в тыкве. И мы эту жидкость немножечко сюда добавили. То есть, пожалуйста, вот все это из блендера многие добавляют в воду. Я, конечно, тоже бывает водички добавлю, когда, например, у меня очень густая пастила с бананом и не пробивается, да. Вот здесь у нас апельсин дает еще какую-то жидкость. А бывает так, что блендер не справляется, тогда я прям чуть-чуть водички добавляю. Но стараюсь обходиться без этого, конечно. Если вы будете поменьше, переложите. Подешевле продавайте. Ну и, друзья, чтобы нам обозначить, наверное, еще раз костюм отличить, да, вот отборит наши первые. Давайте орешками, что ли, посыпем. Есть орешки. Еще у меня есть вот такие миндальные лепестки. Давайте ими, что ли, попробуем. тоже будет красиво. Вот они вот такие, смотрите. Давайте ими украсим. Я их в шоколаде использую. Это тоже миндаль. Ну вот он уже такой вот продавался порезанный. Тоненькие-тоненькие ломтики. Шоколад мне нравится его добавлять. Добавим в пастилу. Еще раз повторю, что вы можете добавлять вот прямо все, что душе угодно сюда. Ну, друзья, наверное, надеюсь, вы знаете. Если не знаете, то я вам скажу, что если вы добавляете орешки, семена, они должны быть у вас активированы и хорошо обжарены и просушены. Вот. Вот такой листик у нас с вами получился. Третий. Доделывайте пастилу, сколько у вас листов получается. Ну, вот, по-моему, я сегодня доступно все показала, как можно использовать тыкву в пастилу, какие добавки можно использовать в этой пастиле. Поэтому, друзья, пользуйтесь, экспериментируйте. А кто меня смотрит на Яндекс.Дзене, друзья, выставляйте свои фотографии, готовьте пастилу и показывайте, какая пастила у вас получилась. Особенно, у кого тыква есть вот такая вот оранжевая, пусть все порадуются, глядя на вашу солнечную, красивую пастилу. Я отправляю пастилу сушиться, ну, и потом с нему покажу вам, что получилось. Ну, что, мои хорошие, утро наступило, и мы с вами смотрим результат. Пастилу я сняла в 4 утра, у меня она в 4 утра закончила сушиться. Ну, сейчас покажу вам, что получилось у нас с вами. Ну, вот, друзья, давайте смотреть. Вот это у нас с вами была пастила, которую мы делали самую первую. Это просто был апельсин, тыква и яблочко. Вот получилась такая вот с этой стороны очень блестящая, красивая, мне очень нравится. Ну, вот желтенькая, друзья, если бы немножко была пастила более, ой, не пастила, а тыква более такая оранжевая, немножко был бы другой цвет. Вот это наша вторая с вами пастила. Сюда мы добавили мед. и посыпали кунжутом. Вот смотрите, какая она у нас с вами получилась. Очень красиво в наборах смотрится, когда с какими-то посыпушечками, орешечками и так далее. Вот, здесь мы с вами, что мы сюда с вами добавляли? Мы сюда с вами добавили специи. Помимо всего прочего, добавили еще специи. И вот миндальные такие лепесточки добавили. Ну, вот здесь она у меня немножко получилась некрасивая, но это я все отрежу ножничками и будет все даже очень замечательно. А вот это, ребята, я сделала еще пастилу. У меня оставались яблоки и тыквы, но тыквы оставалось мало, больше яблока. В принципе, яблочко немножко осталось, поэтому она такая прямо получилась тоненькая. Вот. И вот я сюда добавила тыквенные семечки. И вот такая тоже пастила получилась. Она получилась тонковата. Я, наверное, ее сама скушаю. Вот такая у нас с вами, друзья, получилась пастила. Друзья, делайте свою пастилу, делитесь своими результатами. Ну и, конечно же, я желаю вам ровной, красивой пастилы без трещин. Удачи и увидимся с вами в новом видео. Субтитры сделал DimaTorzok